После матча Челмета-Риада, хозяева победили по бульдам 2-1. Давайте послушаем мнение тренеров по игре, а потом зададим вопросы. Андрей Александрович, пожалуйста, на первое слово. В сегодняшней игре в любом случае должен был кто-то победить. В отличие, на мой взгляд, два равных соперника. И два соперника, те, которые борются за попадание в 16. То есть у нас есть определенная сейчас группа команд, которые все тика в тику, как говорится, очко в очко. Боремся за это в 16. Победы могу поздравить как команду Челмета. Булит эта лотерея, они ее выиграли. Претензий к самодаче, к желанию победы, то есть к ребятам никаких нет. Мы сделали, так скажем, сегодня все, что смогли. Алексей Викторович. По игре, можно сказать, первый период, наверное, мы немножко тяжело вкатывались. Достаточно был большой промежуток между играми. В очередной раз. Во втором периоде создали нападающие очень много моментов. Надо было их реализовывать. Здесь, наверное, нацеленность и какие-то технические качества наших нападающих не на уровне. Плюс у соперника очень уверенно сыграл лотарь в отдельных эпизодах. Ну и присоединюсь к коллеге. Буллита это лотерея. Мы в этом сезоне, крайне мере, в 2014 году никак не могли выиграть по буллитам. Поэтому сегодня, наверное, первый раз выиграли по буллитам. Но уже в новом году. Ребята молодцы. Забили хорошие голы. Если нам два очка. Двигаемся дальше. А вы довольны двумя очками? Ну, хотелось бы три, конечно. Как, наверное, и в любой команде, любому тренеру, наверное. Но, если, еще раз повторюсь, если брать, что мы по буллитам не могли выиграть, поэтому было, конечно, тревожно. Надо было забивать и из большинства, которое нам досталось в третьем периоде, в конце можно было реализовывать. И потом еще и 4 на 3 в овертайме играли минуту. То есть надо было, можно было реализовывать и нужно было. Но опять некоторые у нас ребята немножко не дорабатывают. В ключевых моментах в завершении. Поэтому два очка, я думаю, что тоже прошло. Спасибо. В последний раз по буллитам два ряда выиграли в лошадке.